Валерий Карпин Валерий Карпин Это была единственная команда в мире, которая подняла эффективность стенки на необычайную высоту. Прошли десятилетия. Теперь смотрю на спартаковский старт чемпионате России и не верю своим глазам. Не верю своим ушам. 30 лет назад такое невозможно было представить в самом кошмарном сне. Где школа подготовки Спартака? Где сформированная за счет этой школы скамейка запасных, которая гарантирует отсутствие в составе афро и латино и прочих гениев? Российский футбол не мое дело. Я гражданин Украины, но не могу не удержаться от комментариев по поводу судьбы команды, которая заставляла глотать таблетки многих украинских болельщиков. Очень жаль, что метастазы транспортного футбола добрались и до такой великой, без преувеличения команды. Очень жаль. Перейдя по вышеуказанной ссылке и просматривая интервью Карпина, последний заявляет, что Фалькао, мол, к нам не поедет. А на кой фиг, уважаемый Валерий, он вам нужен? А слабо ли самому превратить способного парня в того, у кого Фалькао будет просить футболку? Может быть, этот Фалькао нужен, потому что собственная школа подготовки бессильно сформировать, подготовить настоящего футбольного мастера? Нужно смотреть правде в глаза. Бессильно. И последнее. Публичное общение не остановило Валерия Карпина от использования в своей речи ненормативных связок слов. Ничего в этом удивительного нет. Совсем недавно общался в кафе с бывшим легендарным футболистом, а ныне футбольным тренером. Он, подобно Карпину, применял в общении такие же слова, такие же обороты, такие же связки. Увы, но это уровень культуры современных тренеров. И с этим ничего не поделаешь. А этот уровень культуры косвенно, пусть и не в полной мере, но указывает на уровень эрудиции. С такими данными говорить о кардинальном реформировании футбола, говорить о смене футбольной идеологии бессмысленно. Нужно менять не только взгляды на футбол, но и на работу, в частности, футбольного тренера. Желаю Карпину побед и успехов в тренерской работе. Уверенность в исполнении моих пожеланий у меня появится только тогда, когда Карпин и такие, как он, начнут менять взгляды на футбол. Возможно ли это? Возможно. Было бы желание избавиться от амбиций, тщеславия, эгоцентризма и прочих прелестей, в кавычках. У меня все, господа. Субтитры создавал DimaTorzok